Не закрывайте Музырский центр реабилитации детей-инвалидов. Медицинская помощь, массаж, многочисленные процедуры, общение целый день, а главное – спокойствие родителей. Этого всего мы будем лишены. Настоящий крик о помощи воспитанника в «Радуге», причем обращенный прямо к президенту. Петицию выложили в соцсети. Сегодня начался сбор подписей в поддержку детей-инвалидов и их родителей. Как оказалось, наши граждане весьма отзывчивы. Не только мазыряне. Сотни белорусов проявили сочувствие и поставили свою подпись под обращением или лайк в соцсетях. Широкий общественный резонанс. Однако некоторые сайты спустя время удалили информацию за ее недостоверность. Но, как известно, дыма без огня не бывает. Слухи по поводу закрытия действительно витали в Мозыре. «Радуга» находится в здании бывшего детского сада. Район густонаселенный, молодой. Мест в детских садах здесь действительно не хватает. По поводу закрытия спрашивали и во время программы «Диалог в прямом эфире» начальника отдела образования Любовь Клепчукова. Слышала, что центр «Радуга» хотят перепрофилировать в обычный детский сад. Так ли это и что будет с ребятами-воспитанниками? Вы знаете, это такой, ну, сложный вопрос, я хотела бы сказать. Но на сегодняшний момент данного вопроса не стоит. Мы пытались изучить ситуацию, посмотреть, возможно ли соединение нашего центра коррекционного развития, который на площади и «Радуги». Но, еще раз повторюсь, вот в данный момент этот вопрос не стоит. Это ответ образования. Такой же ответ дали мозорские медики. Недавно прошла встреча с родительским активом. Но получается, что каждый слышит то, что хочет услышать. Мы следим за развитием событий. На следующей неделе специальный репортаж из «Радуги». Интервью детей, их родителей, медперсонала и учителей. И окончательная информация от властей. Учреждение к закрытию не планировалось и не планируется.